Сейчас я взгляну вот так. Видно, да? Замечательно. Да, очень хорошо видно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Второй раз начинаю свой доклад, потому что в предыдущий раз у нас были какие-то неполадки со звуком. Надеюсь, что в этот раз все пройдет гладко. Еще раз хочу поблагодарить организаторов за то, что оперативно реагируют на текущую ситуацию в мире и в нашей стране. Мы провели такую большую работу по переводу целого конгресса в онлайн-формат. Мой доклад будет про медико-генетическое консультирование при наследственных ретинопатиях. И давайте, пожалуй, с этого момента начнем. Как мы все с вами знаем, в 1869 году Иоганн Фридрих Мишер выделил из клеток гноя неизвестное до того момента вещество, которое содержало азот и фосфор, и которое он назвал нуклеином. Через несколько лет появились термин ген, генетика. В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, как мы тоже знаем, предложили структуру двойной спирали ДНК. В общем, осознав основные принципы функционирования вот этих нуклеиновых кислот, научное сообщество приняло просто грандиозные усилия для того, чтобы разработать быстрые и эффективные вместе с тем методы и определение их первичной последовательности. Как это принято говорить сегодня, методы секвенирования. И вот уже через несколько лет после вот этих великих открытий началась в мире эра секвенирования ДНК. Было предложено сразу же два метода секвенирования. Метод Максама Гилберта, или по-другому метод химической деградации, и метод обрыва цепи, который до сих пор имеет очень большое значение в мире и известен как секвенирование по Сенгеру. По-другому этот метод называют методом обрыва цепи. Что это такое? Это высокоточный метод с возможностью длинного прочтения. Что значит длинного? То это до тысячи пар оснований, которые до сих пор часто используются. А с развитием технологии в части капиллярного электрофореза, предварительность этого метода сильно увеличилась, и к настоящему моменту доросла до предела своих возможностей, так как в одном образце данного метода можно прочитать только одну молекулу ДНК. А считать множество генов или весь геном целиком за один запуск невозможно, к сожалению. Однако секвенирование по Сенгеру очень точно является золотым стандартом, и его используют для проверки результатов, полученных другими методиками. В 2000-х годах на смену вот этим методам пришли другие методы секвенирования нового поколения, или как мы их называем, НГС. Главным отличием этих методов является параллельное секвенирование множества молекул ДНК средней длиной 200-300 пар оснований. Самой известной сейчас является технология Illumina. Ключевое качество данной методики – это высокая точность и производительность. С помощью НГС можно прочитать не только определенные гены, но и вообще всю последовательность ДНК за один запуск. Но, к сожалению, так как длина почти прочтительно невелика, технологии НГС требуют сложную биоинформатическую обработку потом проводить. Так что вот, это недостаток значительной этой технологии. В настоящее время активно развиваются технологии секвенирования и третьего поколения. Ключевая особенность которой как раз является длинное прочтение ДНК, что намного должно упростить вот этот как раз таки биоинформатический анализ данных. Но пока что, к сожалению, данная технология недостаточно точна, и это не позволяет вводить ее в клиническую практику. Поэтому сейчас весь мир в основном использует секвенирование второго поколения, и мы как раз про это будем сегодня разговаривать. Если говорить в коротце, то в чем заключается НГС-методика? Первый этап – это выделение ДНК из биологического материала, чаще всего из венозной крови пациента. Следующий этап – это фрагментация ДНК, то есть, грубо говоря, разрезание длинной молекулы на короткие кусочки и длиной 200-500 пар муклеотидов. ДНК же мы знаем, что очень длинная молекула, а прочитать мы можем только короткие фрагменты, как мы уже с вами теперь знаем. После того, как произошла фрагментация ДНК, мы к этим фрагментам присоединяем, к концам этих фрагментов присоединяем специальные технические последовательности, которые называются адаптеры. Таким образом мы формируем библиотеку. Следующим этапом является непосредственно секвенирование данной библиотеки на аппарате. Следующий этап, предпоследний и самый сложный – это анализ полученных данных. Именно этот этап накладывает ограничения на весь метод, потому что, как я уже говорила, он связан с трудностями анализа мутации на уровне хромосом, длинных повторов и так далее, так как у нас ДНК фрагментирована. И, соответственно, после того, как происходит анализ данных, наступает последний этап, куда вступает уже непосредственно врач-генетик, и он переводит, грубо говоря, сухую математику данных в русский язык и придает ей определенный клинический смысл. Рассмотрим давайте более подробно преимущества, которые нам дает НГС, и ограничения. Во-первых, это то, что секвенирование нового поколения – это мощный инструмент, он получает, дает возможность получать огромное количество информации за один раз. При этом НГС можно масштабировать как на уровне количества образцов, так и на уровне исследования. Можно секвенировать таргетные панели, состоящие из отдельных точек, можно секвенировать отдельные гены, экзомы или даже целые геномы. Кроме того, в отличие от других молекулярно-биологических методов, НГС позволяет выявить новые варианты, которые не были вообще описаны ранее, до этого момента. Еще в плюсы можно отнести то, что НГС экономически более выгодно и эффективно, чем другие методы, если нам необходимо проанализировать большое количество точек или же большое количество образцов за один раз. Ну и, соответственно, как мы понимаем, высокая точность от 99,9%, даже некоторые источники говорят, что больше этого числа. Ну и кроме того, ускорение сроков диагностики за счет того, что мы одновременно можем охватить большие ограничения. Неустойчивость к подключению. Меня слышно все? Меня слышно? Кто-нибудь скажите, пожалуйста. Так. 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 Ну, вроде меня слышно, судя по анимации. Ладно, продолжаем. Будем в течениях метода. Значит, во-первых, к сожалению, у нас ограничено возможности копийности, там, транслокаций, потому что у нас такие небольшие фрагменты ДНК. Дальше требуется верификация циквинирования по Сенгеру, как наиболее точно являющийся золотым стандартом. Кроме того, как мы уже сейчас понимаем, это требует сложной биоинформатической обработки. Даже появилась отдельная специальность биоинформатик для того, чтобы этот большой массив данных обрабатывать. И, соответственно, немаловажный минус – это отсутствие данного исследования в программе ОМС. То есть мы можем сейчас его делать только за свои собственные исследования. А что, как дальше? Угу, так зависло. Переходим непосредственно к теме. Это как раз-таки офтальмологические заболевания, в частности, заболевания сетчатки. На этом слайде вы можете видеть алгоритм введения пациента, такой классический, стандартный, при издовлении на заболевание сетчатки. Синим цветом здесь выделена стандартная схема, которую чаще используют врачи-офтальмологи. А оранжевым цветом – это тот вариант, который мы, врачи-генетики, предлагаем. Вы знаете, уже было озвучено сегодня на секции офтальмологии в самом начале, что наследственные патологии органа зрения, и в частности, патологии сетчатки, могут проявляться изолированы, не только в составе синдрома. Поэтому врачам-офтальмологам важно понимать, что не только синдромальные патологии сетчатки, они требуют консультации генетикой, но и вот такие изолированные патологии тоже очень важно отправлять на консультацию к врачу-генетику. Мы можем друг другу помочь, поэтому давайте же объединим усилия наши и ваши в борьбе с этими заболеваниями. Со стороны врача-генетика мы вот что можем дать пациенту. Я слегка переключусь на этот слайд, чтобы мы непосредственно про консультацию сейчас пару слов сказали. Что делает врач-генетик на обследовании? Он проводит, соответственно, осмотр пациента и выявляет особенности фенотипа пациента. Некоторые особенности фенотипа может быть не так часто встречаются в практике врача-офтальмологов и поэтому бывает затруднительно определить. Однако врач-генетик, имея уже определенную насмотренность на подобные особенности, сразу же их обнаружит, что подтолкнет к более четкому пониманию диагноза. Кроме того, врач-генетик проведет опрос, составит генеалогическое древо и сможет выявить роль наследственности в возникновении данного заболевания, данного симптома. Кроме того, врач-генетик поможет выбрать наиболее подходящий лабораторный метод диагностики, так как он с ним знаком. Так, секундочку. Я прошу прощения. Насколько я понимаю, у меня какая-то... Вы меня слышите? А экран не видите случайно мой? Трансляция прервалась или что? Как? Скажите мне кто-нибудь. Слышно, но экран не видно. Ага, давайте-ка еще раз попробуем тогда демонстрацию экрана сделать. Так, экран, совместное использование. Так. А теперь видно экран? Скажите кто-нибудь. Видно, видно экран. Замечательно. Так, мы остановились как раз-таки на выборе метода диагностики. Так как врач-генетик более знаком с молекулярно-генетическими методами, чем врач-офтальмолог, он может помочь как пациенту, так и врачу-офтальмологу подобрать необходимый метод в каждом конкретном случае. Например, если за возникновение заболевания отвечает 10-20 мутаций в паре каких-то известных генов, то намного проще и дешевле использовать ПЦР-диагностику. При диагностике того же муковисцидоза обычно используют как раз-таки вот такой метод. Однако, мы знаем, что заболевания сетчатки наследственные, они очень гетерогенные. И, например, такое заболевание, как маврос-либера, причина этого заболевания может быть от 1 до 15 мутаций в 11 известных генах. Я сейчас немножко вам перелесну на предыдущий слайд, который мы еще не видели. Вот здесь наиболее распространенная наследственная патология сетчатки, как раз-таки их частота встречаемости, гены, мутации в которых могут повлечь за собой возникновение данного заболевания. Как мы видим, это действительно весьма гетерогенная группа, и использовать ПЦР-диагностику будет просто нам неэффективно ни по времени, ни по финансам. Поэтому в случае с заболеваниями наследственными патологиями намного лучше будет использовать секвенирование генов. Например, секвенирование таргетных панелей. Да, таргетные панели существуют по этим же ретинопатиям, или в целом по наследственным заболеваниям глаз. Он живой вообще этот самый-то? Актер-то этот живой вообще? Какой актер? Который на фотографии здесь изображен? Нет, это просто сторонний звук какой-то попал, извините. А, все. Прошу прощения, отвлеклась, видимо, значит, не поняла, что не мне вопрос. Соответственно, нам вот в рамках наследственных ретинопатий намного более выгодно будет использовать либо таргетные панели, как я уже говорила, либо панель клинического экзома. Потому что 44 тысячи генов отвечают за развитие 85% наследственных заболеваний, и клинического экзома вот в рамках наследственных ретинопатий будет более чем достаточно. Кроме всего этого, врач-генетик обязательно расскажет пациенту о том, как необходимо будет подготовиться к исследованию, какой биологический материал подойдет для этого, как произойдет непосредственно сам забор этого материала и расскажет о рисках, если это инвазивная методика. Кроме того, в случае отказа от проведения генетического исследования врач-генетик будет информировать пациента о тех рисках, которые с этим связаны, рисках отказа. Ну и, соответственно, будут объяснены нюансы подготовки к данному исследованию. Мы получаем в итоге по прошествии вот этой ДНК-диагностики какие-то определенные результаты. Мы можем получить либо выявленные изменения в генах, либо отрицательный результат, когда, к сожалению, будет невозможно подтвердить или исключить диагноз. Вообще, к чем мы руководствуемся, когда интерпретируем результат? Сегодня распространена классификация, которая предложена американским колледжем медицинской генетики и геномики. Вот здесь в правом нижнем углу вы можете видеть эмблему этого колледжа. Согласно такой классификации мутации делят по патогенности на патогенные, на вероятно патогенные, на мутации с неизвестным клиническим значением, на непатогенные, вероятно непатогенные мутации. Соответственно, на этой основе и делается вывод по результатам исследования пациента. И как раз таки, когда пациент возвращается вновь к врачу-генетику, получить результат свой, как раз таки, что мы можем сделать? Руководствуясь данными, которые мы получили, мы сможем сформулировать точный диагноз пациента, информировать пациента о сочи заболевания, о его последствиях для здоровья, для работоспособности, для жизни, то есть прогноз составить, помочь пациенту сформировать правильное отношение к этому диагнозу, а также, что очень-очень важно в современном мире, рассказать о методах профилактики, прогрессирования и осложнений данного заболевания, а главное, о возможностях лечения. Ну и, соответственно, тоже немаловажный аспект, это объяснить пациенту нюансы планирования потомства для того, чтобы предупредить рождение в такой семье больного ребенка. Вот у нас есть определенный клинический пример, который мы с моими коллегами прямо вот на своих глазах разбирали. Была пациентка, я не буду упоминать ее данных, потому что она не дала на это согласие, но разрешила представить вот вашему вниманию ее клинический случай, не упоминая личных данных. Вот ей 14 лет, она была направлена на консультацию врача-генетика-невролога. Это ребенок отредки беременности, протекала без осложнений, со слов, вот, и тоже со слов, наследственность у такой пары была неотягощена, и воздействия каких-то факторов тератогенных, внешних на плод оказано не было. По поводу жалоб, она не фиксировала взгляд с трех месяцев, и после консультации офтальмолога было выявлено отсутствие зрения нестагмом, а также под вопросом микрофтальма. Это как раз-таки к слову о том, что вот врач-генетик, у него более наметан глаз, как говорится, на вот эти микроаномалии развития, и уже вот с консультацией генетика будет проще даже фенотипически охарактеризовать пациента. С пяти лет со слов родителей было перенесено пациенткой вирусное заболевание, она перестала ходить, и начинается у нее в тот период тремор рук. В 11 лет повторение ситуации, после чего была обнаружена мозжечковая атаксия. На сегодняшний день что мы имеем с пациенткой? Невролог и ставит диагноз структурная эпилепсия мозжечковая атаксия омавроз, жалобы на отсутствие зрения, задержки речи, атактическая походка, тремер в руках, судороги ног, рук и лица. Когда пациентка пришла к врачу-генетику на консультацию, то осмотр выявил множество микроаномалий развития, низкопассажен ушной раковины и многие-многие другие, то есть пациент, как говорится, наш был. Было предложено провести такому пациенту полноэкзомное секвенирование по рекомендации врача-невролога и в результате мы получили патогенные варианты в гене CEP290. Вот это две мутации вы можете видеть на экране, как они называются. Соответственно, было подтверждено у родителей с помощью анализ ДНК по Сенгеру и, соответственно, мы получили в результате то, что оба патогенные варианты были унаследованы от родителей. Вот вы видите генеалогическое древо здесь, стрелочки в длину пробанд и, пожалуйста, что мы имеем у ребенка трансположение как раз-таки в этом гене. На основании анамнеза, на основании данных картины мы, соответственно, смогли поставить диагноз. Была проведена достаточно массивная дифференциальная диагностика с оброжденным лаврозом Либера, синдромом Эккеля, синдромом Барда-Бидли, синдромом Жубера. Жубера, прошу прощения. Таким образом, вот мы все-таки остановили свой выбор на синдроме Жубера и на сегодняшний день известно 18 генов, мутации в которых вызывает данный диагноз. Здесь гены на слайде тоже перечислены, можете посмотреть. Вот. И это было важно, поскольку на сегодняшний день существует таргетная терапия некоторых заболеваний глаз, в частности это оброжденный мавроз Либера. К сожалению, это была не наша ситуация, но тем не менее мы понимаем, что если бы у пациента был именно такой диагноз, мы бы могли предложить ей таргетную терапию, которая бы, возможно, какое-то улучшение ей дала. На сегодняшний день таргетная терапия это одно из самых перспективных направлений вообще в медицине, потому что влиять на геном, это значит очень многое. И на сегодняшний день проводится несколько испытаний в плане офтальмологии. Вот вы можете видеть на слайде таблица, несколько фирм изъявили желание участвовать в разработке препаратов. И сейчас завершенно используют только один препарат, Люксторном называется, фирма Spark и на Вартис, они точка приложения как раз ген РПЕ-65 и соответственно пациентам, у кого врождённым образ Либера, будет рекомендована таргетная терапия именно вот Люксторна, потому что единственный препарат, который сейчас точно прошёл все клинические испытания и уже используется на пациентах, это вот этот препарат. остальные препараты сейчас находятся в статусе испытаний, в общем, ждём, ждём, больше всего на свете, когда начнём лечить наследственные заболевания. Кроме того, таким пациентам всегда рекомендован протокол ЭКО с предминтационной диагностикой для того, чтобы предотвратить рождение ребёнка с такой патологией, а также пренатальная диагностика начиная с 10 недель. Продолжаем. Осталось совсем немножко. Ну и, соответственно, как мы теперь с вами понимаем, для того, чтобы можно было использовать все вот эти достижения современной медицины, в частности генной терапии, врачу необходимо поставить точный диагноз с определением конкретного варианта заболевания, потому что, например, при вот этом оброждённом маврозе либера мы можем только пациентов с билярной мутацией в гене РПЕ-65 лечить с помощью этой генной терапии, поэтому нам важно конкретный диагноз, понимать конкретную патологическую мутацию в конкретном месте. Вот, уже в этом нам может помочь на сегодняшний день именно секвенирование клинического экзома. забирается обычная венозная кровь, павильная кровь, либо же, если это поддепляционная диагностика, то это ворсина хориона или плаценты. Проводится исследование, в среднем оно длится 90 дней, и на сегодняшний день стоит около 29 тысяч рублей. Однако мы понимаем, что гораздо легче предупредить заболевание, чем потом лечить больного ребенка. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Было очень приятно. Если какие-то есть вопросы, на последнем слайде у меня есть электронная почта, а также контактный телефон, вы можете написать, позвонить и задать все интересы у вас вопросы. Спасибо. Валентина, а ваша презентация у нас? Да, должна быть у вас. Сейчас загрузим. да, вот она. У меня слышно, да? Да, мы вас слышим хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада звучит как применение секвенирования нового поколения для изучения бактериальных сообществ, населяющих человека. а я могу ее сама перелистывать? Нет? Не слышно. Нет, мы будем говорить и нам командуйте, мы будем листать. Можно следующий слайд, пожалуйста? Наши микробиоты существуют в динамическом равновесии между симбиозом и патогенезом и может влиять практически на любой аспект жизни хозяина. Что такое микробиом человека? Это совокупность генов, микроорганизмов, населяющих определенную среду обитания. Он активно формируется в первые годы жизни и влияет на здоровье в течение всей последующей жизни. Он может быть вариабелен в результате факторов внешней среды, в результате образа жизни, в результате географического положения, то есть того места, где обитает человек и, естественно, тех или иных заболеваний. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Основные функции кишечной микробиоты — это, естественно, большая роль, большой вклад в развитие иммунной системы. Это уже доказанный научный факт. Например, большой вклад микробиом вносит в развитие астмы, аллергических реакций, аутоиммунных заболеваний. Например, был очень интересный эксперимент Кэтрин Наглер в США. Там порядка 5,6 миллионов детей страдают пищевыми аллергиями. И вот Кэтрин Наглер со своими сотрудниками изучала полугодовалых детей, страдающих от пищевой аллергии, которые очень сильно отличались по микробиому от здоровых детей. Их развитие, их степень и скорость смены бактериальных сообществ была намного выше, чем у детей без пищевых аллергий. Это что касается иммунитета и роли в иммунитете. Также наш микробиом обеспечивает колонизационную резистентность, то есть это происходит несколькими путями, например, с помощью постоянной конкурентной борьбы бактерий за места адгезии, за питание, также происходит синтез бактериоцинов, краткоспочных жирных кислот и в том числе активация собственных защитных свойств хозяина. Всеварительная функция, то есть это гидролиз конечных белков, омоление жиров, регулирование моторной функции кишечника, то есть краткоспочные жирные кислоты помогают нам усиливать пристатику кишечника, способствование всасывания воды, антитоксическая функция, бактерии могут ассорбировать на своей поверхности различные токсические вещества и с фекалями они выводятся из организма. Также участие в синтезе некоторых необходимых нам веществ, витамина группы В, витамина К, да, большинство из них не остается в кишечнике, но тем не менее они необходимы для здорового полноценного функционирования. Например, витамины группы В предотвращают появление рака толстой кишки. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Так, методы исследования микробиоты врач, научный сотрудник выбирает сам основываясь на поставленные задачи, то есть если нам нужно подобрать антибиотикотерапию, да, мы выбираем культуральный метод исследования. Он недорогой, используется повсеместно, в поликлиниках, необходим и на сегодняшний день активно используется, но тем не менее он помогает нам изучить достаточно конкретное число бактерий, то есть большой процент остается бактерий некультивируемых, сложно культивируемых. Мы не можем применять этот метод, используя уже антибиотикотерапию. В данных ситуациях нам помогает ПЦР в реальном времени и НГС-секвенирование, потому что в данных методиках нам не нужна живая бактерия, мы можем использовать НК мертвых микроорганизмов, но ПЦР в реальном времени тоже способен изучать только определенное количество видов. Это не весь микробиом, который находится у нас в кишечнике или на коже. ЖС-секвенирование тут на самом деле показывает более большое видовое разнообразие, оценивает относительное количество бактерий, то есть от общего процента бактерий, находящихся в микробиоме. Массоспектрометрия основана все-таки такой косвенный метод по изучению продуктов жизнедеятельности бактерий. Можно, пожалуйста, следующий слайд подробнее про НГС-секвенирование. Можно, пожалуйста, следующее? Спасибо. Так, исследование микробиома через метагеном с помощью НГС-секвенирования. То есть мы можем на данный момент посмотреть микробиом с помощью гена 16-СРНК. это с помощью гипервариабельных участков гена 16-СРНК, рибосомальная РНК. первый способ, он достаточно дорогой, используется в основном в научных исследованиях, когда мы берем всю ДНК, секвенируем большой объем данных и собираем геномы Денова. Следующий способ, он более дешевый, но также достаточно информативный, да, это исследуется определенный участок, который вариабелен различных типов видов бактерий, вот, и по нему, по нуклеотидной последовательности мы можем соотнести бактерию к тому или иному виду. Секвенируется малый объем данных, что делает стоимость приемлемой и можно использовать в клинической практике. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Так, анализ микробиом начинается с тщательного сбора анамнеза, забора и транспортировки материалов. Соблюдение правил транспортировки обеспечивает максимальное приближение результата исследования к реальной ситуации. То есть, например, вот в нашей лаборатории мы используем транспортную среду, поставляем, которая, так скажем, консервирует микроорганизмы и в тех соотношениях, да, в которых они были изначально получены. Вот этот баланс обязательно нужно сохранить, потому что это залог успеха всего последующего исследования. Далее выделяется ДНК методами, обеспечивающими максимальную однородность выделения ДНК из разных видов бактерий. Проводится амплификация гена и также добавляются технические последовательности. это адаптеры, бар-коды, которые помогают провести секвенирование сразу же нескольких образцов. Затем происходит биоинформатическая обработка. На данном этапе прочтения фильтруются по качеству, разделяются по образцам и сравниваются с базами данных. Следующий этап интерпретация специалистам. Все, все, можно на следующий слайд, спасибо. Проект микребиом человека это такая стартовая веха, изучения микробиома началась в 2008 году, первая фаза и закончилась в 2013 году. Тогда изучали 300 здоровых доноров и 5 локализаций носоглотка, рот, кожа, желудочно-кишечная трактура и урогенитальная. На второй фазе, которая длится и по сей день, изучается диабет второго типа, синдром возраженного кишечника, беременность, временные роды. также, помимо этого, были разработаны методики различные и создана база данных, которой на сегодняшний день уже может пользоваться любой исследователь данной области. Следующий, можно, пожалуйста, слайд? На формирование микробиома зависит множество факторов. это и сроки стации, и характер родоразрешения, и здоровье матери, прием лекарственных препаратов или нет, способ кормления. То есть, к примеру, проводилось также исследование, которое выявляло различные уровни бифидобактерий, в зависимости от того, кормили грудью ребенка либо нет. И вот у тех детей, которых кормили грудью, как правило, у них содержится большее количество бифидобактерий. Можно, пожалуйста, следующий слайд? И что способствовало более частому проявлению положительных эмоций в том числе. То есть, вот на данном слайде мы можем видеть, какие различия наблюдаются в микробиоме новорожденных детей, появившихся естественным путем и с помощью кесаревого сечения. Данные изменения наблюдаются в течение первой недели жизни. Однако, по мнению множества ученых, именно вот это первичное различие является фактором, в том числе, который влияет на все последующее здоровье и увеличение воспалительных заболеваний, увеличение аутоиммунных заболеваний у детей, рожденных с помощью кесаревого сечения. То есть, мы можем наблюдать у детей, рожденным естественным путем превалирующие группы бифидобактериум, то есть, лактобацилусы, те бактерии, которые будут защищать организм новорожденного ребенка, и причем эти бактерии появляются благодаря вот этому омыванию водами, когда он проходит через влагалище матери, при абдоминальном родоразрешении, конечно, мы видим и каринобактерии, и стафилокус, пропионово-кислые бактерии, более медленное заселение бифидобактериум происходит. Можно, пожалуйста, следующий слой. биомаркеры целиакии. В том числе на микробиом человека влияет помимо вот этого базового стартового заселения микроорганизмами и генотип человека, то есть, например, при целиакии, при мутации в гене HLA-DQ доказаны изменения микробиома, то есть, увеличивается количество бактероидов, снижается количество пробиотических бактерий, и мы наблюдаем повышенный уровень патогенного потенциала. Более того, данные изменения можно наблюдать как при наличии при использовании, при длительном использовании безглютеновой диеты, так и в начале заболевания. То есть, вот это вот такой изменения могут инициировать и поддерживать воспаление и тем самым провоцировать рецидивы заболевания. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Далее. Генетические предикторы очень часто являются факторами, которые отражаются на уровне бактериального разнообразия и различного присутствия тех или иных видов бактерий. В том числе при ожирении часто мы наблюдаем низкое бактериальное богатство и снижение бутерат, продуцирующих бактерий, снижение продукции водорода и метана и улучшение деградации слизы. Можно, пожалуйста, вот на следующем слайде как раз можно увидеть, что снижается количество и остыла, спира, и акирмансии муцинофила, как раз тех самых наших полезных бактерий, которые влияют на, которые являются муцинофилами, в общем-то. Вот. Тем самым, конечно, повышается кишечная проницаемость для липополисахаридов и они являются источником такого слабого воспаления и резистентности к инсулину. в том числе это вот уже что касается следующего слайда диапета второго типа. То есть наблюдается также снижение бифидобактерий, разибурия, фекалибактериум, акирмансия, вот этих наших полезных бактерий, которые будь рад, продуцирующие, которые помогают нам противовоспалительные бактерии по-другому, да, и вот у меня тут, извините, опечатка, на самом деле повышение количества руминококусов, фрозобактерий и глаути. У меня поставлен знак вопроса по лактобацилусу, да, и снижение относительного численности бактероидов и увеличение фермифутов. В 2020 году в январе вышла замечательная статья «Обзор 42 научных исследований по изучению сахарного диабета второго типа именно на людях и микробиома, в котором все-таки неоднозначное мнение выводов приводится по именно лактобацилусу и вот низкому бактериальному разнообразию. То есть одни исследования показывают одно, а в других несколько противоречивые результаты, поэтому вот все-таки с ними нужно быть аккуратнее, так как среди, например, лактобацилл есть большое разнообразие функционального воздействия на метаболизм хозяина, то есть одни типы будут повышаться, другие понижаться, то есть однозначно здесь сказать достаточно сложно, например, гассерия будет повышаться и солеварус, а амилаворус снижается. То есть с диабетом очень интересная ситуация, что некоторые таксоны ассоциируются на уровне рода или даже типа, как актинобактерия, а некоторые будут специфичны вплоть до штамма. Можно, пожалуйста, следующие слайды. Особое внимание стоит, пожалуй, уделить бутерату и вообще краткоспоречным жирным кислотам, которым уходят и бутерат, и пропионат, и ацетат, так как они играют огромную роль как для кишечника, так и для здоровья человека в целом, то есть в том числе они влияют и на настроение, и помогают бороться с депрессиями, в том числе считается даже, что являются для нас неким социальным запахом, то есть наш нос улавливает излишнее количество бутерата, и это является как признаком каких-то определенных заболеваний, возможно, это лежит в основе того, что нам нравятся здоровые люди, к примеру. в том числе основные функции конечно бутерата это является энергетический субстрат для колоноцитов более 70% энергии использующейся колоноцитами поступает обеспечивает им бутерат именно ну и естественно бутерат синтезирующий бактерии в том числе они участвуют в уровне насыщения являются защитным барьером толстой кишки спасают от укислительного стресса ректального канцерогенеза можно пожалуйста следующий слайд кишечный барьер укрепляясь да вот бутерат помогает предотвращать увеличение веса в том числе вот это именно те самые бактерии которые снижаются при ожирении при сахарном диабете второго типа они вызывают дефицит данного вещества и то есть при доставке извне да либо бактерии которые их синтезируют а лучше сами цепочные жирные кислоты мы можем помогать таким пациентам чувствовать себя лучше и данные заболевания будут проходить в более легкой форме к примеру можно пожалуйста следующий слайд предполагается что воспалительные заболевания кишечника являются результатом неправильного иммунного ответа генетически восприимчивого хозяина при таких заболеваниях это язвенный колит болезнь крона превалируют также провоспалительные бактерии то есть мы наблюдаем увеличение в принципе типа протобактерии шерихи колии фузобактериум руминококусом и снижение тех кто мог бы защитить в данной ситуации это бифидобактериум лактобацилус разобурия бактероидис можно пожалуйста следующий слайд в том числе и при язвенном колите также как и при целиакии можно наблюдать при определенных изменениях в генах соответствующий микробиом то есть такая взаимосвязь она очень ярко демонстрирует тесное взаимоотношение человека и его бактерий на следующий слайд при болезни крона также мы наблюдаем снижение муценофилов акерманция сцеллоспира увеличение количества шерихи колии в определенных значениях она нам будет полезна а тут уже происходит все-таки начало воспалительных заболеваний и эти изменения к сожалению также на разных стадиях заболеваний в ремиссии тоже присутствуют далее следующий пожалуйста слайд но в любом случае коррекция нарушения микробиомок естественно возможна возможно она с помощью диеты с помощью лечения основного заболевания если оно присутствует у человека увеличение количества полезных бактерий деконтиминация патогенных условно патогенных бактерий поддерживающая терапия основного заболевания на следующий слайд пожалуйста каким образом это возможно осуществить это возможно с помощью пребиотиков вещества не микробного происхождения они по сути являются питанием для наших бактерий на следующем слайде мы можем увидеть кого именно пребиотиков так вот пребиотиков это уже живые микроорганизмы но которые на сегодняшний день применяются для лечения различных нарушений желудочно-кишечного тракта однако у них есть определенные недостатки которые заставляют по крайней мере задуматься перед их применением то есть невозможно четко определить количество бактерий которые необходимо нам будет использовать невозможно точно предсказать как себя поведет пребиотик и как среагирует наш организм то есть возможно он будет отторгаться все-таки это инородная живая бактерия может пребывать там транзиторно то есть вот эта вот ситуация когда мы не можем точно предсказать поведение и эффект данного пребиотика является очень серьезным недостатком их назначения следующий слайд однако тем не менее они применяются как в комбинации с пребиотиками и в том числе очень часто наблюдаются положительные эффекты но на сегодняшний день более современным способом является применением метабиотиков это вот на следующем слайде спасибо является применением метабиотиков которые по сути представляют собой активные метаболиты и являются катализаторами роста своей микрофлоры то есть никакой ответной реакции они не возникают не вызывают начинают действовать здесь и сейчас отсутствует тот самый риск передачи антибиотика резистентности могут применяться уже с первого дня приема антибиотиков начинают действовать сразу известными метабиотиками являются то же самое хилакфорта бортистатин хилинор и другие следующий слайд пожалуйста подытожив могу сказать что впервые в клинической практике с применением МГС оценка тонкого равновесия микробиота кишечника на основе анализа микробиома позволяет объективно и целенаправленно управлять ее параметрами восстанавливая функцию при патологии благодаря анализу микробиома лечение кишечных ростов становится целенаправленным и строго научно обоснованным а значит предсказуемым и обреченным на успех на следующих слайдах можно пожалуйста переключить то что на сегодняшний день проводим мы что мы получаем на выходе после биоинформатического анализа разделение бактерий по видам по классам по типам семействам предоставлений в виде диаграмм на следующем слайде также можно видеть что помимо этого можно выделить с помощью микробиома и патогенных микроорганизмов и в том числе предоставить определенные ассоциации тех или иных бактерий провоспалительных противовоспалительных и их ассоциации с заболеваниями то есть данный микробиом он ассоциирован с тем или иным заболеваниями стоит ли о чем-то беспокоиться либо нет следующий слайд ну и в том числе витамины то же самое что уже известно какие бактерии производят участвуют в синтезе тех или иных витаминов данное соотношение помогает понять как нужно изменить и свой образ жизни в том числе ведь и физические нагрузки и наше настроение влияет на наш микробиом диета возможно применение метабиотиков необходимо для коррекции правильной функционирования и взаимодействия с нашим микробиомом пожалуйста следующий слайд ну как я и говорила что вот этот первый этап проведения исследования это он начинается с забора биоматериала он очень важен поэтому советую всем пожалуй принимать во внимание все те наработки которые во-первых были уже разработаны во время вот этого проекта микробиом человека то есть обмолвилось что были разработаны различные методики в том числе и заборы биоматериала и проведение специального диетического отчета который представлен на следующем слайде который помогает провести данное исследование максимально корректно и с максимальной пользой для пациента на этом у меня все следующим слайдом ну и вот краткая информационная выдержка по микробиому кишечника который также желательно ознакомиться к пациентам перед сдачей микробиома данного исследования следующий слайд спасибо за внимание у меня на этом все спасибо большое за интересный доклад у нас сейчас следующий докладчик давайте вначале послушаем да потом наверное вопросы коллеги вы вообще нормально мы сюда кладем сейчас парочку дипломов вы видите сразу Дмитрий Евгеньевич вы готовы докладывать? мы вас видим вы нас слышите? да почему так у тебя есть совмест используем микробиома вот нет Дмитрий Евгеньевич вы нас слышите? у нас звук есть да у меня звук есть не слышно Дмитрий Евгеньевич скажите нам что-нибудь пожалуйста звук зачем мне плохой звук он пробует включение звука я включила а он сам включил эх что же нам делать дмитрий Евгеньевич да дмитрий Евгеньевич Подтвержденной информацией достоверного источника докладок будет подменен согласованием телевидения. А, а тогда, соответственно, у нас что? Сейчас мночку я свой микрофон выпью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...